Надрывные, задушевные и при этом позитивные и заводные песни группы Boombox легко узнать буквально с первых аккордов. Их манера исполнения неподражаема, хотя сами музыканты не задумываются над этимологией своего стиля. Давайте помнить, что это всего лишь песенки, да? Это всего лишь музычка. Пять взрослых мужчин, точно таких же, как вы или вы, с точно такими же жизнями, такими же вопросами и такой же любовью или нелюбовью к каким-то фактам записывают музыку. Относитесь к этому легко. Появление группы Boombox на Олимпе украинского, а также российского шоу-бизнеса по меньшей мере стремительное. Коллектив собрался в 2005 году. Уже через несколько месяцев был записан первый альбом, а спустя год композиции из дебютной пластинки стали саундтреками в ряде фильмов. Впрочем, сами киноленты не произвели особого фурора, зато песни оттуда надолго запомнились меломанам. Впрочем, сами киноленты не произвели особого фурора, зато песни оттуда, зато песни оттуда, зато песни оттуда. На волне успеха группа выпускает третью оригинальную пластинку «Средний век», куда вошло 11 новых песен. Пока я записываю альбом со своими пацанами, с музыкантами, я по тысяче раз прослушиваю каждый такт. Отдельно и вместе, в процессе сведения я просто физически уже не могу воспринимать адекватно этот материал. Мне нужно год-полтора, чтобы я нормально вернулся и отнесся к этому как к музыке, а не как к чему-то, что я знаю наизусть, вот так, вот так, вот так и вот так. При всей самокритичности Андрея Хлывнюка новые треки тоже пришлись по душе брянцам. В рамках своего жанра группа «Бумбокс» продолжает экспериментировать. А вот какой получится следующая пластинка, пока трудно сказать. Музыканты говорят, об этом они еще не задумывались. Виталий Угримов, Максим Кузнецов. События. Бренск.